Во вторник, 11 августа, президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса. Тем самым Россия оказалась первой страной в мире, в которой появилось лекарство от новой болезни. Насколько мне известно, сегодня утром зарегистрирована, впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Вакцина получила название «Спутник-5» в честь успешного запуска СССР первого космического спутника в 1957 году прошлого столетия. Сначала планируется вакцинация людей из групп профессионального риска заражения коронавирусом – медработников и учителей. Их начнут прививать с конца августа или начала сентября. При этом продолжатся пострегистрационные клинические испытания препарата. Нужно же посмотреть, как вакцина будет себя вести у пожилых людей, у детей. Поэтому будет расширяться количество пациентов, на которых будет эта вакцина, соответственно, испытываться. Ну, безусловно, по их согласию. Если существенных не будет осложнений, то вакцина пойдет в массовое производство. Это еще определенное время. Но и без широкого применения вакцины в ближайшее время ждать второй массовой волны заболеваемости коронавирусом не стоит. По мнению Сергея Леонова, большое количество переболевших COVID-19 исключает повторение общемировой пандемии. «Чем выше коллективный иммунитет, то есть чем выше процент переболевших людей, тем меньше вероятность распространения инфекции. Если коллективный иммунитет будет примерно 50-60%, то распространение инфекции прекратится. Мы уже подходим к той цифре невозврата, когда все-таки заболевание будет естественным путем повержено нашим иммунитетом коллективным. Поэтому в этом отношении, возможно, и будет вторая волна, но она уже будет меньше, чем была первая. Наши врачи более готовы к клинике, соответственно, имеют огромный опыт в лечении данных пациентов. Соответственно, что результаты будут лучше». В оборот, новый препарат поступит с 1 января 2021 года. То есть и пожилых людей, и остальное население, по всей видимости, массово начнут прививать уже в следующем году. Вакцинация будет исключительно добровольной. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна-ТВ